Блюда из кабачков получается не только очень вкусными, но и полезными. А сегодняшнее блюдо получается еще и необычным. А самое главное, его ели дети и даже просили добавку. Всем привет, друзья! Для приготовления этого блюда нам понадобится немного продуктов. Первым делом нам нужно взять один или два кабачка. Все будет зависеть от формы, в которой вы будете его выпекать. И кабачки нужно будет понарезать на вот такие вот кольца. Толщина колец должна будет быть 5-7 миллиметров. Далее на кружочке нам нужно будет понарезать помидоры. Толщину помидор делайте такими же, как вы делали толщину у кабачков. Ну а кружочки получатся уже такие, какие у вас есть помидоры. Если будут намного меньше, это ничего страшного. Затем нам еще понадобится фарш. У меня сегодня куриный фарш. Когда вы будете делать фарш, в него нужно будет добавить любимые ваши специи. Самое главное, чтобы он для вас был вкусным. Для выпекания нам понадобится неразъемная форма. Затем берем по одному кружочку кабачка. Наверх на кабачок укладываем фарш. Вот так вот руками. Чуть больше, чуть меньше роли не играет. А на фарш укладываем вот так вот один кружочек из помидора. Делая вот такие вот небольшие овощные бутерброды, как я бы сказал, нам нужно заполнить ими полностью всю форму. Форма заполнена. Ну а нам нужно приготовить очень вкусный соус-заправку. Берем пиалку. В пиалку добавляем 1 чайную ложку сушеного молотого базилика. К базилику нужно добавить соль и черный молотый перец. Соль и перец добавляйте по своему вкусу. Главное, чтобы не было слишком соленым. Два зубчика чеснока нужно будет пропустить через чесночный пресс. И в самом конце в пиалку нужно будет налить 3 столовые ложки оливкового масла. Если нету оливкового, добавляйте обыкновенное подсолнечное. Берем ложку и очень хорошо нужно все перемешать. После того, как перемешали, даем 2-3 минутки постоять, чтобы специи немножко раскрылись. Берем форму с кабачками и смотрим. Если внизу формы кабачки пустили сок, значит берем просто масло. И вот так вот поверху аккуратно нужно будет все распределить по всей форме. Если сок кабачки не пустили, форму нужно будет дополнительно влить 20-30 мл холодной воды. Как вы видите, воду я в свои кабачки не доливаю, так как они у меня пустили сок. А затем форму отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 35-40 минут. Через 30 минут берем небольшой кусок твердого сыра и натираем его на крупной терке. А в это время аромат на кухне стоит такой, что можно проглотить собственный язык. Через 40 минут после начала выпекания кабачков достаем их из духовки. Берем натертый твердый сыр и обильно полностью всю верхушку засыпаем толстым слоем сыра. После этого обратно устанавливаем кабачки в духовку при той же температуре еще на 10-15 минут, для того, чтобы хорошо расплавился сыр. Ну а в итоге у нас получается вот такая вот необычная красота. Когда достали кабачки из духовки, дадим им минут 5-7 немножечко, чтобы они остыли, потому что все слишком горячее. Берем лопатку или ложку. Стараемся разделить блюдо на вот такие вот небольшие импровизированные колбаски. Аккуратно подаем их вот так вот в тарелку, чтобы все было как можно целее. И наслаждаемся необычным, очень-очень вкусным блюдом. Смотрите, сыр хорошо расплавился. Вот тот сок, который есть в форме, это такое обалденное блюдо, что младшая дочь сказала, что она в следующий раз будет пить только вот этот сок. Так он ей понравился. Ну и вот посмотрите, фарш хорошо приготовился. Получились как будто бы небольшие, но очень вкусные котлетки. Кабачки мягкие, тоже хорошо приготовленные. Помидора сама по себе тоже очень вкусно. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, поставьте дизлайк. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Всем пока, всем до скорых встреч.